Добрый день, дорогие зрители! Сегодня речь пойдет о сирене, о растении, к которому признавались любви композиторы, художники, поэты, которые тесно ассоциируются у нас с Родиной, с Россией. Русская сирень — два неразрывно связанных между собой слова, вызывающие самые теплые и светлые воспоминания. Но всегда ли это было так? Всегда ли сирень имела эпитет «Русская»? Или символом она стала только после войны, когда весной 1945 года букетиками сирени встречали солдат, возвративших их с победой? А может, когда Леонид Колесников представил миру свою красавицу Москвы? Давайте окунемся в историю. Впервые в Европу сирень попала в конце XVI века. Ее привез из Константинополя посол Священной Римской империи Ажье Геслен де Бузбек. И спустя 20 лет в Вене зацвел первый куст сирени. Но тогда это не произвело особого впечатления. Недолгое цветение, нерегулярная крона, рыхлые соцветия не впечатлили садоводов. Должно было пройти еще два столетия, прежде чем сирень заметили и оценили по достоинству. Случилось это благодаря выдающимся французскому садоводу Виктору Лемуану. Он сумел вывести сорта с плотными пышными соцветиями, абсолютно разнообразной окраски. Тогда же появились и первые махровые сорта. И сиренга Бульгарис стала называться французской сиреной. В это же время она впервые появилась в нашем ботаническом саду. Возможно, именно тогда она стала неотъемлемой частью русской усадьбы. А возможно, раньше. Когда во время русско-шведской войны, после недолгой осады, к нам перешла шведская крепость Свеоборг. И вместе с семью тысячами пленными, двумя тысячами орудий мы получили остров, засаженный сиренью. Напомню, что Свеоборг сейчас является финской территорией и входит в состав Хельсинки. Но в далеком 18 веке это была территория Швеции, где молодому майору Августину Эренсвярду было поручено построить морскую крепость для укрепления русско-шведской границы. Августин оказался не только талантливым военным, но и поклонником сирени. На острове были высажены кустики сирени, привезенные из Франции. И несмотря на жесткие условия, они прижились. Более того, когда Августин стал маршнеллом, то одним из первых своих приказов он обязал солдат, направляющийся вглубь страны, брать с собой кустик сирени. Таким образом, с этим растением познакомились не только в Швеции и Финляндии, но и в Латвии, Литве, Эстонии. Неважно, благодаря ли Виктору Лемуану или Августину Эренсвярду, но сирен стала появляться в скверах, парках русских усадеб. Но тогда это была все еще французская сирень. До русской сирени. Оставалось еще почти 150 лет. Этим небольшим сюжетом мы начинаем маленький цикл, посвященный сирене обыкновенной. Мы поговорим о самых интересных сортах, расскажем об особенностях посадки и дальнейшего ухода. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!